всем привет и сегодня у меня будет продолжение моей темы бонзай дерево как вы все помните я выращиваю три вида растений это карликовые растения которые в конечном результате я планирую сделать как бонзай 3 вот так вот выглядят мои сеянцы это моя мимоза дерево еще его называют шелковое дерево из пяти семян у меня проросло 4 4 это кстати вот этот вот был такой заморож я думала он вообще вообще не вырастет но он вырос и в принципе он начинает быть таким же большим как и все остальные это дерево мне очень нравится она красивая и ночью вот эти листики они как бы закрываются просто потрясающе и моя глициния у нас она называется вестирии выглядит очень интересно из пяти семян у меня проросло только одно то есть это самые трудно входящие растения и она была таким мелким и таким дохленьким что когда я его посадил я вообще была не уверена что из него что-то получится но у него выросло несколько веточек я заметила вот такой вот штучку это бутончики и я вообще не в думании она у меня будет свести или что это вообще такое но я продолжаю наблюдать и расскажу вам что же это в конечном итоге будет и вот так вот выглядят мои адениумы они все выпустили по 4 листочка и стали такие довольно жирненькие и симпатичненькие и сегодня я буду пересаживать все мои сеянцы стоят на южном окне и получают очень достаточно света учитывая что сейчас у нас конец февраля то им действительно нужен максимум света они у меня не горят то есть я заметила что это вполне надежно просто поставить на южное окно скорее всего где-то в марте в апреле я их переставлю на восточные или западные но пока они у меня очень хорошо стоят на южном и сегодняшнее видео будет об адениуме я его выращиваю из семян и в прошлом видео я показал вам как уже проросли семена в каком они состоянии как я их проращивала и сегодня у меня будет первая пикировка адениума потому что адениум дал уже по четыре листочка и это самое время его пересадить хочу сказать что сажал я его в начале декабря и уже прошло почти три месяца и он у меня не особо хорошо рос отчасти потому что температура для этого растения требуется 30 градусов и плюс и как говорится good luck найти такую температуру зимой не в южной части нашей планеты ну так вот температура у меня было меньше двадцати градусов где-то 18 15 12 иногда 10 но плюс плюс и освещение у меня тоже было не идеальное но в конечном результате у меня все таки они выросли до состояния четвертого листочка и сейчас я буду продолжать мой эксперимент и у меня будет моя первая пикировка адениума я буду сажать их вот в такие стаканчики с очень хорошим тренажом в моей практике все растения которые я выращиваю я всегда сажаю в очень хорошо дренажируемые стаканчики потому что лучше полить дополнительно чем они у вас будут сидеть в воде и не просыхать но то есть если они просыхают быстрее вы просто их чаще поливаете и больше утобряете и я заметил что от этого растения растут гораздо лучше и так прежде чем мы начнем пикировать наш адениум давайте разберемся какой субстрат нам нужно потому что весь секрет в правильном субстрате если вы если вы подберете правильный субстрат то у вас не будет никаких проблем вырастить этот это растение во первых грунт должен обладать свойствами такими как питательность и рыхлость и проницаемость также нужно учитывать уровень кислотности потому что весь субстрат должен быть в диапазоне от слабой до нейтральной кислотности и лучше всего использовать однородный грунт для кактусов но можно также грунт приготовить своими руками и это в принципе довольно легко и так я решил что я буду делать свой субстрат своими руками и из всех рецептов которые я прочитала мне больше понравился вот этот то есть я буду использовать древесный уголь пожалуйста не не перепутайте его с активированным углем это не активированный уголь это мелкий древесный затем я буду использовать торф торф у меня уже с перлитом но если у вас торф без перлита то намешать его на 70 процентов торф он нужно положить 30 процентов перлита и я решила использовать вот такой вот речной гравл он у меня будет мелкого размера вот такого вот как бы считается меду мелко средний и я возьму один черпачок в черпачке у меня один стакан на целый стакан я возьму где-то четверть стакана угля и где-то пол стакана гравла и вот так вот выглядит мой субстрат после перемешивания скажу сразу что корневая система у адениума небольшая таких маленьких адениумов нужно быть аккуратненько не повредить корневую систему что доросла и у меня будет немного двухступенчатый эксперимент я посадила 4 адениума в тот субстрат который только что намешала и потом он у меня закончился и я решила намешать второй субстрат с большим содержанием гравла то есть на стакан торфа я взяла стакан гравла будет такой более каменистый субстрат и я расскажу вам какой субстрат работал лучше и вот так вот выглядит мой адениум в посаженном виде я сажала двумя вариантами в этом большее содержание торфа и я подсыпал торф практически к верху и вторую половину я посадила по второму стереотипу когда вы оставляете полтора сантиметра сантиметр до верха горшочка для чего это делается я пока не знаю но в апрель по определенным правилам сказано что адениум уровень почве адениума должен быть полтора один сантиметр полтора сантиметра ниже уровня горшочка затем удобрение удобрять адениум нужно также как и бонзай 3 бонзай дерево медленно как бы называется слоу релиз феталайза и у меня есть вот такая вот слоу релиз феталайза это короче то удобрение которое лежит сверху и очень медленно растворяется посыпать нужно одну четвертую чайной ложке но там есть такая ложечка и вы это насыпаете сверху и кладете его каждые три месяца и по поводу удобрения что рекомендуется использовать очень сбалансированные удобрения например 777 или 20 20 20 что поможет адениуму расти во всех направлениях хорошо и так поливать я буду обычной водой без удобрений и моей любимой пипеточкой где-то пять миллиграмм у меня в общем получается где-то 4 миллиграмма и я чувствую что этого в принципе будет очень достаточно поливать я это планирую раз в неделю и летом когда это все когда температура повысится и день удлинится совсем хорошо я буду это поливать два раза в неделю и это была моя первая пикировка адениума стоять он у меня будет на южном окне вместе с моими другими бандзай деревьями ну то есть молодыми сеянцами и я вам расскажу как он себя чувствует и какой метод работал лучше ближайшее время когда я увижу прогресс и на этом все надеюсь вам понравилось надеюсь вам было интересно желаю всем хорошего настроения до скорых встреч а